Вы слушаете Радио России Ульяновск. Здравствуйте! Сегодня понедельник, 22 июня. В эфире утренняя программа радио государственной телерадиокомпании «Волга». У микрофона журналист Евгений Слюневик. Сегодня в выпуске. Вспомним о том, что в этот день, в 1941 году, началась самая кровопролитная и страшная война в истории нашей страны. Сегодня, в День памяти и скорби, по всей стране приспущены государственные флаги. Проходят памятные мероприятия, патриотические акции, возлагаются венки к памятникам и обелискам. И пусть в каждой семье сегодня вспомнят своих героев, павших в боях и вернувшихся с победой. С итогами работы коллектива Управления Федеральной антивонопольной службы России по Ульяновской области за первые три месяца этого года нас познакомит руководитель Управления Федеральной антивонопольной службы России по Ульяновской области Геннадий Спирчегов. Председатель Ассоциации ТОС Ульяновской области Владимир Сидоров выдвинут правлением Общенациональной Ассоциации ТОС в качестве своего представителя в Общественную палату Российской Федерации. На протяжении многих лет Ульяновская область остается в числе лидеров среди регионов Российской Федерации по числу Организаций территориального общественного самоуправления и по эффективности их работы. Например, сегодня председатель Ассоциации ТОС Ульяновской области Владимир Сидоров расскажет о том, как ТОС успешно осваивает новый для себя вид деятельности – оказание социальных услуг населению. О развитии промышленности в Ульяновской и Ульяновской области в годы войны, о том, как в кратчайшие сроки десятки эвакуированных предприятий, даже не успев полностью установить оборудование, в еще недостроенных цехах начинали выпускать необходимую для фронта продукцию, о массовом трудовом героизме советских людей, работавших в тылу ради достижения побед на фронте, расскажет доктор исторических наук, полковник в отставке, профессор кафедры истории Ульяновского государственного педагогического университета Иван Чуканов. Итак, сегодня 22 июня. В 1996 году указом президента Российской Федерации 22 июня официально объявлено Днем памяти и скорби. С того времени День памяти и скорби отмечается в России ежегодно. В этот день на территории Российской Федерации приспускаются государственные флаги. Всем учреждениям культуры, каналам телевидения и радиостанциям рекомендовано в этот день не включать в программу развлекательные мероприятия и передачи. 22 июня ровно в 4 часа Киев бомбили, нам объявили, что началась война. Нехитрые слова этой давней песни и сегодня не оставляют равнодушными тех, кому дорога память и кто чтит нашу историю. 22 июня 1941 года в 4 часа 30 минут утра, без объявления войны, фашистская Германия и ее союзники напали на Советский Союз. Части Красной Армии были атакованы немецкими войсками на всем протяжении границы. Бомбардировкам подверглись Рига, Каунас, Вильнюс, Гродно, Брест, Бобруйск, Житомир, Киев, Севастополь и многие другие города Советского Союза. Железнодорожные узлы, аэродромы, военно-морские базы СССР. Осуществлялся артиллерийский обстрел пограничных укреплений и районов дислокации советских войск вблизи границы от Балтийского моря до Карпат. Так началась Великая Отечественная война. Тогда, в июне 1941-го, еще никто не знал, что в историю человечества эта война войдет как самая жестокая и кровопролитная. Что советскому народу предстоит пройти через нечеловеческие испытания. Что Сталинград, Ленинград, Брест и другие города-герои станут известны всему миру. И что почти четыре года спустя на куполе Рейхстага в Берлине будет поднято красное знамя, как символ победы советского народа. Той самой победы, 75-летие которой мы отметили полтора месяца назад. Советский народ сумел пройти все эти испытания и победил. Избавил мир от фашизма. Я не случайно подчеркиваю, что эта победа была одержана всем советским народом. Потому что наряду с мужчинами-воинами Советской Красной Армии массовый героизм в борьбе с фашистскими захватчиками демонстрировало и гражданское население. В том числе старики, женщины, дети. Не говоря уже о трудовом подвиге мирного населения в тылу. Отдававшего все для фронта, все для победы. Вероятно, сегодня в телевизионном эфире всех телекомпаний не один раз будут показаны кадры военной кинохроники, которые у каждого здравомыслящего человека вызывают только одно желание. Никогда война не должна повториться. Война – величайшее зло. И мне запомнилось очень эмоциональное высказывание, опубликованное одним из пользователей интернета. Тех, кто развязывает войны, нужно закапывать в землю в глубину метров на двадцать. Ну что ж, развязавшие войну главари Третьего рейха в свое время получили по заслугам, так что и следа их на земле не осталось. Пусть помнят об их участи те, кто сегодня брецает оружием у наших границ. Ровно четыре года спустя после начала войны, 24 июня 1945 года, в Москве на Красной площади состоялся Парад Победы. В нем парадным маршем прошли представители всех фронтов и всех родов войск, принимавших участие в сражениях Великой Отечественной войны. В колоннах шли герои-фронтовики, солдаты, сержанты, старшины и офицеры. Ярким, ключевым эпизодом парада стал момент, когда на площадь были вынесены знамена воинских частей, поверженной гитлеровской Германии и брошены у мавзолея Ленина к ногам победителей. Послезавтра, 24 июня 2020 года, состоится Парад, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Главнокомандующий сухопутными войсками Российской Федерации Олег Солюков, кстати, выпускник Ульяновского танкового училища, рассказал, что предстоящий Парад пройдет по образцу Парада 1945 года. Всех подробностей программы предстоящего Парада его организаторы нам пока не раскрывают. Но прошла информация, что начнется мероприятие с исполнения юбилейного встречного марша. Именно он звучал на Красной площади 24 июня 1945 года. Возможно, часть военнослужащих пройдет в военной форме и с оружием образца 1945 года под боевыми знаменами прославленных полков, дивизий, армий и фронтов. И наряду с современными образцами военной техники в Параде примут участие военные машины времен Великой Отечественной войны. Говорим о конкуренции Итоги работы коллектива управления Федеральной антимонопольной службы России за первые три месяца этого года стали темой очередной встречи с журналистами руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы России по Ульяновской области Геннадия Спирчегова. Можно характеризовать эти три месяца отсутствием громких дел в нашей работе. Это, с одной стороны, и хорошо. Это может говорить о том, что та работа, те результаты, которые были в предыдущие два года, возможно, влияют как на участников рынка, то есть сходящие субъекты, так и на органы власти, которые в какой-то степени стали меньше нарушать антимонопольное законодательство и нарушать законодательство контрактной системы. По цифрам, если говорить, несмотря на то, что у нас поступило жалоб больше по закону контрактной системы на заказчиков, если в 2019 году в первые три месяца было 55 жалоб, то сейчас поступило 70 жалоб, но, тем не менее, мы смогли рассмотреть дел меньше, чем в прошлом году, так как многие жалобы были необоснованы. В то же время у нас увеличился реестр недобросовестных поставщиков. В два раза, если было в 2019 году за три месяца включено 9 поставщиков, то в этом году 15 уже поставщиков включено в реестр, то есть участники вот такой деятельности, как участники торгов и участники исполнения контрактов, нарушают эти контракты или отказываются от их подписания. Конечно, это влияет на освоение бюджетных средств, тем более непростой этот год. В то же время мы продолжаем использовать институт предупреждений по антимонопольному законодательству. Мы продолжаем выдавать и представителям естественных монополий, и представителям органов власти предупреждения и предостережения. Их незначительно меньше на 20%, чем в прошлом году, но мы продолжаем их выдавать. Так как это ускоряет процесс рассмотрения дел непосредственно, ускоряет рассмотрение жалоб, которые подают те или иные участники рынка. В то же время мы сегодня рассматриваем несколько информаций правоохранительных органов по признакам нарушения законно-контрактной системы. В ближайшее время будут их результаты, мы рассмотрим и доведем до вас. С журналистами руководитель управления Федеральной антимонопольной службы России по Ульяновской области Геннадий Спирчагов встречается регулярно. И поэтому уже заранее знает, какие вопросы их интересуют. Всех интересует изменение цен на продукты, питание, особенно социально значимое, на жизненно важные лекарства. Мы в ежедневном режиме продолжаем мониторить ситуацию, связанную с этими ценами. С 23 марта мы не только получаем данные от аптечных сетей и от розничных сетей по торговле, мы еще и смотрим непосредственно сами, то есть входим в эти розничные сети, в аптеки, смотрим изменения цен. И в этой связи надо сказать, что сегодня можно констатировать, что признаков нарушения ценовых сговоров на этих рынках в Ульяновской области не обнаружено. На маске обнаружен ценовой сговор в Красноярском крае, центральный аппарат ФАС, в Ульяновской области в апреле уже поступали одноразовые маски по цене 35-37 рублей. И аптечные сети сделали небольшую наценку 2-3 рубля. Это надо открыто сказать населению, чтобы это понимали, потому что наша антимонопольная служба, вот в названии даже содержит термин антимонопольная, и чтобы все понимали, что сегодня монополистов на рынке розничной торговли, как и на рынке фармацевтики, не существует ни в Ульяновском регионе, ни в одной области. Поэтому наш инструмент, наше воздействие на повышение цен на лекарства и на социально значимые продукты может быть только один – следствие ценового сговора. То есть, когда все поставщики, допустим, розничные сети договорились, и одномоментно подняли цены. Этого не происходит. То есть, поднимает производитель цены, поднимает торговая сеть. Также о продуктах питания. Допустим, мы выявили по сахару, сейчас проводим проверку Целинского сахарного завода, мы выявили, что розничная сеть, одна, пока не буду называть, даже отрицательную наценку сделала. То есть, условно говоря, покупала сахар у производителей по одной цене, снизила эту цену у себя в сети, минус 16% продавался сахар в ее торговых объектах. То есть, вот говорить о том, что резко все возросло, везде видеть ценовой сговор – это неправильно. А то, что там несколько раз были заложены цены на лимоны, на имбирь – ну, это рынок. Мы живем в рынке, мы пришли к рынку, да, и в данном случае правительство Российской Федерации может только один шаг сделать – на 90 дней заморозить цену на тот или иной продукт, если цена выросла на 30% в течение месяца. В случае с лимонами и с имбирем этого не произошло. Правительство не стало замораживать, потому что понимали, что это спрос ажиотажный, в течение недели он упадет. И надо понимать следующее, что многие и продукты питания, особенно средства фармации, они у нас импортные, поступают из-за рубежа. То есть, производители, мы не можем диктовать никаким образом цену. Отсюда и скачки были на лимон, на имбирь, ну и на те же маски тоже частично. В этом сообщении меня заинтересовал факт продажи торговой сетью сахара с отрицательной торговой наценкой. То есть, что же это было? Если торговая организация продавала покупателю сахар по цене ниже той, по которой закупала, то в чем же ее выгода? Ведь, получается, они торговали себе в убыток. Да. Вот по этому продукту, по сахару, они торговали в убыток себе. Но, естественно, что в целом убытка не было. Это перекрывало с какими-то другими наценками на другие продукты. Ну, условно говоря, там может быть на тот же алкоголь, еще на какие-то продукты питания. Но это уже не наш вопрос. Но, в целом, вот мы увидели, что местные сети вели себя правильно, скажем так. Никаких сверхцен, сверх надбавок торговок они не производили и не делали. Потому что росла цена закупочная, а торговая наценка практически оставалась на таком же уровне, как до начала коронавирусной инфекции. То есть здесь по отношению к населению руководство торговых сетей Ульяновской области и менеджеры этих торговых сетей вели себя корректно, правильно. Вы слушаете утреннюю программу радио государственной телерадиокомпании «Волга». У микрофона журналист Евгений Слюняев. Председатель Ассоциации ТОС Ульяновской области, председатель Совета ТОС Мостовая Слобода Владимир Сидоров выдвинут правлением Общенациональной Ассоциации ТОС в качестве своего представителя в Общественную Палату Российской Федерации. И это решение правления Общенациональной Ассоциации ТОС выглядит абсолютно закономерным, поскольку Ульяновская область на протяжении уже нескольких лет остается в числе лидеров и по количеству ТОС, и по эффективности их работы на территории региона. Причем подавляющее большинство организаций территориального общественного самоуправления являются юридическими лицами. А именно такой статус общественных организаций местного самоуправления позволяет работать наиболее эффективно. Сложилось такое мнение, что организации территориального общественного самоуправления занимаются только благоустройством своих территорий. И это было действительно так на самом первом этапе развития движения ТОС. Сегодня сфера их деятельности стала значительно шире. Например, многие общественные организации территориального самоуправления сейчас активно занимаются оказанием социальных услуг. Рассказывает председатель Ассоциации ТОС Ульяновской области председатель Совета ТОС Мостовая Слобода Владимир Сидоров. Запись сделана по телефону. В конце 2019 года ТОС Мостовая Слобода первым из ТОС Российской Федерации стал посетчиком социальных услуг. То есть ТОС Мостовая Слобода вошел в реестр посетчиков социальных услуг. То есть он стал оказывать социальные услуги для своих жителей. Что это значит? В ТОС Мостовой нет ни ФАПа, ни аптеки, нет, где может человек получить качественную медицинскую помощь. Но ТОС Мостовая Слобода он к сожалению тоже не может оказывать медицинскую помощь, но он может оказывать специальные услуги. То есть померить давление, подоставить массажера, массажера для ног, массажера для глаз, подоставить услуги по занятию йоги, оказать услуги компьютерной грамотности, научиться, чтобы наши уважаемые люди могли пользоваться компьютером. Юридические услуги оказывает ТОС. И за эти услуги ТОС Мостовая Слобода получает возмещение затрат из бюджета Ульяновской области. Если в феврале имеется на обслуживание ТОС Мостовая Слобода было 16 человек, в марте количество выросло уже до 68 человек, то в настоящее время уже подопечных в область здоровья ТОС Мостовая Слобода уже перевалило за 100 человек. Количество людей, которые занимаются, которые нужны вот эти услуги, растет. Сами понимаем, что если, допустим, ближайший аптек у нас находится в 3 километрах, подвижающий поликлиника в 5 километрах, то даже, чтобы доехать туда, давление померить, но это очень притоматично. Притом мы понимаем, что маршрутное такси ходит очень редко и очень плохо. Кроме того, в этом году еще 3 ТОСа также вошли в реех пасеково-социальных услуг. Это ТОС Богдан, ТОС Володарец и ТОС Молодежный. Количество ТОСов, которые хотят сами зарабатывать и помогать своим жителям, растет. Астация занимается этим вопросом, проводит различные мероприятия. Буквально в прошлом году было заключено соглашение с Красным Крестом. Первые пункты здоровья появились под их руководством. Они нам помогли, подсказали, научили, как это все надо делать. Также первый пункт здоровья мостовой тоже сначала был открыт совместно с ними. А уже потом они уже нас подучили, рассказали, как все делают. Ну и до сих пор продолжают курировать все, делаются под их руководством. Владимир Владимирович, Вы сказали, что ТОС Мостовая Слобода был первым ТОС в Российской Федерации, который стал поставщиком социальных услуг. А сейчас, по прошествии некоторого времени, в России заинтересовались этой практикой? Вас приглашают к себе для обмена опытом? Да, нас очень много приглашают в различные субъекты Российской Федерации. Уже приглашали и в Арканскую область, в Челябинск, мы были в Пермском крае. Мы не только ездим, а консультируем постоянно. Буквально совсем недавно создалась ассоциация в Оролевской области, тоже также по бухгалтерским услугам консультировали. Был видеоселектор с Пермским краем, где мы разделились нашим опытом. Вхождение в реестр посетников социальных услуг, скидываем свою информацию, свои документы, чтобы они не изобретали велосипед, а шли уже по нашим наработанным шагам. Кроме социальных, они интересуют наши работы с молодежью, как у нас выстроена работа с молодежью, как работает наша ассоциация. Поэтому практика работы нашей ассоциации, она востребована на все территории Российской Федерации. Неоднократно отмечалась она на самом высшем уровне. Нашим председателем общенациональной ассоциации ТОС Российской Федерации мы уже совсем недавно получили почетную грамоту общенациональной ассоциации ТОС. Мы неоднократно входили в сборник лучших практик и нас тиражируют по всей России. Я хочу уточнить для наших радиослушателей, все те поездки в другие регионы для обмена опытом, о которых вы сейчас рассказывали, они были до введения вот этого режима самоизоляции. Сейчас в наше время обмен опытом происходит с помощью сети интернет. Да, да, да. Мы проводим видео селектора, в скайпе общаемся, потому что выезжать сейчас нельзя, как жизнь не стоит на месте. Нам надо будет развиваться дальше, не только нам, а всему движению ТОС на территории Российской Федерации. Останавливаться нельзя ни на одну минутку, нужно двигаться вперед. Что же касается выдвижения его кандидатуры в общественную палату Российской Федерации от общенациональной ассоциации ТОС, то есть от всех ТОС страны, то председатель ассоциации ТОС Ульяновской области Владимир Сидоров назвал это решение общенациональной ассоциации очень значительным событием в своей жизни. Программа государственной телерадиокомпании «Волга» «Будни». Факты, события, комментарии. Знание силы Город трудовой доблести. Это почетное звание установлено в Российской Федерации соответствующим федеральным законом, подписанным президентом России Владимиром Путиным 1 марта 2020 года. Как сказано в документе, звание Город трудовой доблести в целях увековечения подвига тружеников тыла во время Великой Отечественной войны присваивается городам Российской Федерации, жители которых внесли значительный вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность. Крупным промышленным центром в годы войны стал город Ульяновск. В первые же месяцы войны в наш город было эвакуировано большое количество промышленных предприятий. О том, как работала промышленность Ульяновской области в годы Великой Отечественной войны, рассказывает доктор исторических наук, полковник в отставке, профессор кафедры истории Ульяновского государственного педагогического университета Иван Чуканов. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Буквально недавно мы все вместе отпраздновали 75 лет нашей Великой Победы. Победа была невозможна бы без того, если бы мы не сумели настроить нашу военно-экономическую промышленную базу именно на нужды фронта, на нужды Победы. Поговорим о нашем городе. Дело в том, что те усилия и старания, которые жители нашего города, нашей области приложили к нашей общей победе, дали огромный политический, экономический, социальный результат. Начнем с того, что во время войны на территории нашего края был создан новый промышленный район. И давайте мы посмотрим, что же из себя представлял Ульяновск до начала Великой Отечественной войны. Это был районный центр в Средневолгской, правильно сказать, Кубишевской области. Население его не превышало 70 тысяч человек. И всего в городе было очень мало промышленных подприятий. Ну, что здесь можно назвать? Кирпичный завод, мебельную фабрику, химический завод, передельную фабрику, швейную фабрику, завод фруктовых вод, ликероводочный завод и мясокомбинат. Еще же дорожные мастерские, локомотивное депо. И в принципе больше в городе ничего не было. А Ульяновский машиностроительный завод имени Володарского? Ульяновский машиностроительный завод имени Володарского, это было действительно крупное предприятие, но оно не коренное Ульяновское. Этот завод был переведен в годы Первой мировой войны из Петрограда. Это было единственное крупное предприятие всесоюзного значения. Остальные предприятия были местного значения. И Он находился на левом берегу Волги. Был Заволжский район до революции. В 1928 году, когда ликвидировали Семирскую губернию и создали Ульяновский округ в составе Средневолжской Кубешской области, то этот маленький райончик, где находился завод имени Володарского, и этот маленький райончик Заволжский, он относился к Ульяновскому округу. И он полностью был под отчетом нашим местным органам власти. Я вас немного отвлек от главной темы нашей сегодняшней программы. От промышленного развития Ульяновска и Ульяновской области в годы войны. Мы продолжаем эту тему. То, что произошло в конце лета и первом месяце осени 1941 года, это поистине события всемирного значения. Были ли в каких-либо других странах, которые находились в состоянии войны, подобные примеры? История этого не знает. Это дело было новое, и действительно, это новое дело наши советские люди выполнили с честью. Вот такая эвакуация огромного количества промышленных предприятий. Да, их эвакуировали по разным оценкам от 3,5 до 4 тысяч крупных фабрик, заводов, усереждений и так далее. С одной только Белоруссии эвакуировали 109 крупных фабрик и заводов. Полтора миллиона человек вывезли только из Белоруссии. Я почему говорю про Белоруссию? Потому что большинство предприятий, которые размещались у нас, это именно предприятия, которые ранее работали в Белоруссии. И можно еще сравнить с эвакуацией 1915-1916 года. Царское правительство тоже приняло план об эвакуации из угрожаемых районов Российской империи предприятий на восток. Было эвакуировано несколько десятков предприятий. Среди них уже упомянутый завод имени Володарского патрона, который был выведен из Петрограда. Но дело в том, что эта эвакуация, хотя были вложены немалые деньги, она сорвалась. В том, что, во-первых, возникли неразрешимые проблемы. Во-первых, проблема с собственностью. Чьи предприятия будут эвакуировать, кто за это должен платить. То есть начались многочисленные суды, то, чего не было в наше советское время. Во-вторых, у нас в время войны на заводе имени Володарского был в какой-то степени переизбыток кадров. А на других предприятиях, которые были введены в строй, например, в том же автозаводе, кадров не хватало. И поэтому волевым решением городского комитета партии с одного завода рабочие переводились на другой. Возможно ли это было в условиях акционерных предприятий? Конечно же нет. В военное время оно диктовало военные условия. И это был действительно подвиг. Ведь за кратчайшее время необходимо было все эти предприятия разобрать. Поставить наши дорожные платформы, привезти их сюда. Все это вызывало огромные трудности. И все было сделано безупречно. 26 июня был принят закон о рабочем времени рабочих служб в военное время. То есть запретили отпуска, запретили выходные. И узаконили сверхурочные. Плюс меры ответственности. Опоздав на 20 минут, заводили уголовное дело. 16 августа был принят хозяйственный план на 1943 год по районам Павлова, Урала, Западной Сибири, Казахстана, Средней Азии. На основе этого плана и проходила вся эта эвакуация. Для чего это было нужно? Во-первых, неудача на фронте утери огромных экономических промышленных районов нашей страны. Во-вторых, необходимо срочное обеспечение армии флота всем необходимым. Дальше. Количество рабочих промышленности в 1939 году составляло 31 миллион человек. Уменьшилось до 18 миллионов. Потому что надо было еще и воевать. Надо было еще и другие задачи, не менее важные, выполнять. И тем не менее эти 18 миллионов они выполнили все это дело. И было очень разумно сделано. Были созданы эвакобазы на каждой крупной станции. Эвакуационные пункты, что проходили поезда, ведь эвакуировали еще людей сотнями тысяч. Была создана структура управленческая, которая помогла решить эти задачи. 30 июня был создан Государственный комитет обороны, который решал все вопросы, связанные непосредственно с обеспечением фронта, всем необходимым, работая военной промышленностью. И были созданы подобные органы в каждом городе, в каждом районе были созданы комитеты обороны. Были созданы комитеты обороны в округе нашем, потом в области он предложил существовать. Трудовые мобилизации. Вот есть у меня такие цифры. По районам областей Среднего Поволжья было в 1941 году мобилизовано 608 тысяч человек. На рыче окопов, на обучение рабочим профессиям и так далее. Плюс прошло увеличение пассивных площадей. Были курсы механизаторов, ремонт списанной техники был организован. Когда примерно 70% всей списанной техники было в виде достройства. Работа была проведена безупречно. Конечно, я не могу все говорить в розовых тонах. Были, конечно, и недостатки. И не то оборудование приходило. Были, конечно, и моменты халатности, разгадясь. Например, сбросили оборудование на дорожных путях. И оно пролежало до 1943 года. Потом его увезли в Сызрань. И подобные факты были тоже. Потому что у нас 15 заводов прибыло. А оборудование пришло более чем на 20 заводов. Приходилось потом заниматься, уже разводить по своим местам. И затерялось очень много оборудования. Пробки были, которые приходилось разруливать. Тем не менее, все эти задачи были выполнены. В середине декабря 1941 года 122 предприятия «Наркомат-Авиапром» эвакуированные заработали. 43 предприятия «Танковые промышленности». Ну, там не только танковые заводы, но и которые запчасти выпускали. 71 предприятие «Наркомат-Обооружение». 199 предприятия «Черной металлургии». Возьмем наш автозавод «Ульяновский». До конца декабря еще шли вагоны. Многие вагоны с оборудованием были перепутаны. Прибыли вагоны, которые не относились по номенклатуре к «Ульянскому автомобильному заводу». Но, тем не менее, в середине апреля 1942 года «Ульяновский автозавод» выпустил первый автомобиль и заработал конвейер. Это подвиг, это немыслимо. Почему? Потому что, когда начинаешь говорить об этом с западными историками, кто не верит, что такое возможно. А я вам еще один пример приведу. Понадобились нашим госпиталям на фронте, понадобились нашим партизанам в тылу, малогабаритные двигатели, чтобы запустить динамомашины и дать ток. Дали задание в кратчайшие сроки создать такой двигатель в «Ульяновский». Нарисовали, сделали чертежи. По этим чертежам сделали детали, собрали эти двигатели, и через 34 часа полностью этот двигатель был поставлен на производство. Представляете, 34 часа понадобилось, чтобы этот двигатель поставить на производство. Обычно такие вопросы решаются в течение многих месяцев, даже лет. Тут 34 часа. Подобных примеров было очень много. Разработали Ульзис. Что такое Ульзис? Это разработанный в Ульяновске Ульзис-253, совершенно новый грузовик, который создан нашими конструкторами года войны. И тоже в кратчайшие сроки? В кратчайшие сроки. Он был создан в течение где-то меньше, чем год. Новый автомобиль был создан с нуля, в течение меньше, чем год. И вот многие проблемы решались подобным образом. Можно назвать патронный завод. На одной упорке боеприпасов в гудронированную бумагу сэкономили 5000 тонн оцинкованного железа и 400 тонн свинца. Раньше боеприпасы в жесть. Иначе потом стали упаковывать патроны в бумагу. И я хочу что сказать. Люди работали самоотверженно. Население Ульяновска 70 тысяч человек в 1940 году. Увеличилось до 250 тысяч. То есть население увеличилось почти в 4 раза. Это же надо было разместить, накормить, вылечить, организовать транспортное сообщение. Была проведена титаническая огромная работа. Уплотнили дома, уплотнили учреждения. Допустим, Катурское бюро автозавода размещалось в музее нашем краеведческом, размещалось в «Адварской книге». До 1944 года там размещались учреждения автозавода. В 1943 году продукции выпустили на 46% больше, чем в 1942 году. Если брать по сравнению с 1939 годом, то превышение идет более чем на 20%. Мы превысили довоенный показатель в годы войны. Рабочий день 10-12 часов. После того, как отработали смену, рабочие шлифы сгружали вагоны. Света не было, потому что каждый киловатт-часов летной энергии был на счету. Железнодорожные платформы сгружали при свете костров. 2-3 часа прикиморнули. В одном помещении в общежитии жили по 18-20 человек. На одного человека было полтора квадратных метра площади. Причем жили семьями, женщины, дети. В 16 лет юноши и девушки становились в танку. Обучение проходило в течение недели-двух. Оставили рабочие специальности и все становились на конвейер. То есть это был массовый героизм. И по сути дела, благодаря этому героизму удалось достичь такие показатели. Иван Альбертович, в начале передачи вы сказали, что очень много предприятий привозилось в Ульяновск из Белоруссии, из других регионов Советского Союза. А более конкретно, из каких городов и какие предприятия? Хотя бы для примера. Я понимаю, все перечислить невозможно. Их было много. Из союзной чулочной траконажной фабрики имени Ким прошла из города Витебска. Это Белоруссия? Белоруссия, да. Швена фабрики имени Горького. Она прошла из Киева, разметилась на территории предучилища, помещениях, артелей. Электромеханический завод «Электропускатель», тот, который сейчас известен как контактор, он прибыл из Харькова. Хотя там было два завода. И из двух заводов сделали один, потому что не пришло полностью необходимое оборудование. И приходилось буквально на ходу перестраиваться. Ульянский завод контрольно-измерительных приборов. Вместе с электромеханическим заводом они создали контактор. Ульянский приборостроительный завод номер 280, наркомат авиационной промышленности. Это известен как «Утес». Он прибыл из Москвы. Создан на базе московского НИИ номер 12. Ульянский автомобильный завод прибыл из Москвы. Еще кроме Ульяновска, ведь многие предприятия размещались в сельских районах Ульяновской области. Да, в Миликесе, например. Чулошная трекотажная фабрика «Кларит Сеткин» из Витебска разместилась в Миликесе. Машиностроительный завод из города Гомель разместился на станции «Базарный Сызган». Швейная фабрика номер 4 имени Тенюкова из-под города Киева разместилась в рабочем поселке Языково. Швейная фабрика «Профинтерна» из города Минска в рабочем поселке Барыш. То есть не только Ульяновск, но и вся область активно участвовали в этой работе. Я хочу обратить внимание наших радиослушателей вот на что. После окончания войны, после победы эти предприятия остались здесь, в Ульяновске. Конечно, частично они вернулись к местам своего первоначального нахождения. В основном, что вернулось? Вернулись некоторые станки уникальные. Например, москвичи вернулись, многие, на завод имени Сталина. Был создан новый промышленный район. Ульяновск поднялся. Из районного центра Ульяновск превратился в областной центр. И тем, что мы сейчас являемся и что себе представляем в промышленном, социальном, культурном плане во многом, конечно, это определилось военными событиями 1941-1945 годов. База была заложена именно тогда. База была заложена тогда. Была проведена именно индустриализация на самом серьезном уровне нашего края. И вот именно наш край стал крупным промышленным, культурным, экономическим, социальным центром. Напоминаю, сегодня в нашей программе о промышленности Ульяновской области в годы войны нам рассказал доктор исторических наук, полковник в отставке, профессор кафедры истории Ульяновского государственного педагогического университета имени Ильи Николаевича Ульянова Иван Альбертович Чуканов. Всего вам доброго, успехов! Сегодня в вечернем эфире нашего радио продолжится цикл передач, посвященных классику мировой литературы Антону Павловичу Чехову. В этом году исполнилось 160 лет со дня его рождения. Литературное наследие писателя велико и разнообразно. Мы решили напомнить нашим радиослушателям о лучших рассказах Антона Павловича Чехова, являющих собой образец тонкого юмора, изящества и социальной сатиры. Сегодня вечером в 19 часов 20 минут рассказ «Пересолил» прочитает актриса Ульяновского молодежного театра Валентина Осина. Вы слушаете утреннюю программу радио государственной телерадиокомпании «Волга». Я, журналист Евгений Слюняев, желаю вам крепкого здоровья и хорошего настроения. Всего вам самого доброго. До свидания. Первое июля. День общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию Российской Федерации. Вы еще не знаете, как будет проходить голосование? Самое время узнать. Прийти проголосовать вы сможете, когда удобно. С 25 июня по 1 июля. А это значит, что вместе с вами на участке точно не будет много людей. Кроме того, избирательная комиссия заранее оповестит каждого о рекомендованной дате и времени голосования. Подробности по бесплатному номеру ЦИК России 8 800 200 020. И помните, голосовать легко и безопасно. И безопасно. И безопасно. И безопасно. И безопасно. И безопасно. И безопасно.